Я не подготовила никакой текст, практически. У меня здесь половина программы, это песни, которые я не пела уже лет 10. Вот, это, кстати, такой намечек для вас. То есть это сюрприз не только для вас будет, но и для меня. Привет, народ! Выход этого видео конкретно затянулся. Причины этой колоссальной задержки были, и не одна. Но вот оно всё-таки на ваших глазах. Этот год оказался очень продуктивным и насыщенным на события, для Дианы. И он далеко не закончен. Альбом вот-вот должен выйти, уже есть точная дата в декабре. В самом разгаре трансляция шоу Мозгуона на НТВ, в котором она принимает непосредственное участие. Смотрите шестой выпуск, кстати, в эту субботу. Обязательно это будет захватывающе. У Дианы кончилась сессия в ГИТИСе, вот буквально на днях. И, конечно же, концерты никто не отменял. Их было немало в начале года, весной. И вот в сентябре стартовал новый осенний блок. Весь ноябрь и декабрь, несмотря на очередные внезапные ограничения, Диана будет выступать в таких уголках нашей страны, в которых еще никогда не была даже. На радость публике. Народ, не смейте упускать такую возможность. Приходите на Диану, заполняйте залы в своих городах. Рассказать же я хочу о первом из них, на котором лично присутствовал. Ведь он был в Москве. Для тех, кто совсем недавно узнал о Диане, через шоу Мозгон, или даже через этот канал, кто знает. Вы, вероятно, впечатлены, увидены и услышаны, мягко говоря. Я вас понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Из-за этого у вас, возможно, появилось желание испытать на себе это явление вживую. И это очень правильное чувство, на самом деле. Так вот, это видео будет таким подробным и полезным экскурсом. Чтобы вы приблизительно знали, что ожидать, если все-таки решитесь на этот шаг. Отчаянный. Хотя, на самом деле, не рассчитывайте, что узнаете и половины того, что будет вживую, на самом деле. Потому что, выходя из зала, у вас надолго останется чувство недопонимания, что и, главное, как вот это вот все произошло. Когда дело касается Дианы, мы всегда произносим слово уникальность. Оно бесконечно актуально. Но концерт 31 августа в Гухаре был таковым даже по отношению к привычным ожиданиям. Во-первых, зал был забит до отказа. Ни одного свободного места, вот буквально. И это абсолютная победа. Во-вторых, важно, кто именно на нем присутствовал среди зрителей. Понятное дело, была и Диана Мания, была беседка, были и другие поклонники, собранные в группы, прибывшие поодиночке. Всякие люди были. Но были еще и сюрпризы, о которых рассказывать можно долго, но лучше один раз показать наглядно. Что я сейчас и сделаю. Это далеко не все козыри августовского концерта, по сути, сентябрьского. Но об этом дальше. Так что же это за тайны, связанные с концертом? Народ, выступление 31 августа в Гухаре было настоящим нырком во временную петлю. Мы окунулись в золотую эпоху. Я не говорил, что другие промежуточные, промежутки творчества Дианы были хуже. Но это было нечто особое. Окунуться еще раз в то же, что пережил когда-то, но уже более опытным, мастеровитым, позрослевшим, возмужавшим музыкально. Почувствовав и налет новизны в том числе. Это все, это нечто неповторимое. Не буду долго говорить загадками. Этот концерт был поездкой в прошлое. Самый настоящий. Пусть и недолгой, так как в случае с Дианой время пролетает на световой скорости. Но очень запоминающийся и важный. Но вначале была замануха. Диана, как всегда, начала бомбически. С нежной, чувственной, душевной песней, которая нередко является открывашкой ее концертов. Я ее назвал однажды, визитной карточкой Дианы. И для меня это любимая песня из не каверов. Конечно же, это «Голосом твоим». «Голосом твоим» Вместе с этим Диана представила одного знакового гостя этого концерта, чью роль в ее творческой жизни на самом деле переоценить сложно. Это автор текста большинства песен грядущего альбома Дианы. Конечно же, Мария Тарасенко. Ну, значит, всем здравствуйте. Добрый вечер. Я думаю, здесь нет уже за столько времени, сколько мы делаем в этом помещении концерты. Здесь уже не должно быть людей, которые не знакомы с моим творчеством. Поэтому вы должны знать, что я работаю над записью диска. Но я начала его записывать, чтобы понимать, весной этого года. Но тут бабах, пришел какой-то прорых. Значит, и немножечко остановилась работа над этой записью. И это очень-очень печально для меня. Но мы с осени сейчас, с завтрашнего дня, начинаем работать. Несмотря на то, что проект еще не закончился. И я бы хотела представить автора большинства, наверное, даже всех песен, которые будут в альбоме. Это Мария Тарасенко. А на сегодня принятие официального посчитательства. Спасибо за это. И за песню тоже большое спасибо. Марии я уже неоднократно говорил и скажу еще раз. Большое спасибо вам за ваши труды. И за ваши поступки. Вот-вот, кстати, на цифровых площадках выйдет новая композиция под авторством Марии Дудук. Все мы, конечно же, ждем. Дальше, казалось бы, тоже ничего подозрительного. Вьюга. Прекрасная песня, версия с Ты супер, которой по просмотрам на ютубе, по-моему, занимает второе место после Дернирданса. А это о многом говорит. Народ любит и уважает. Композиция, на которую у меня до сих пор не было реакции. Но однажды я это точно исправлю. Достойнейшая песня. Достойнейшая. Сложная вокально, но красота, которую дарит Дианин голос во время ее исполнения, ее не заменить ничем. И она ее поет часто. Бесса Мемуча еще не настолько раритетная, как другие композиции Дианы. Но была она исполнена в последний раз уже достаточно давно. И это могло послужить толчком к возникновению определенных мыслей, определенных ожиданий от этого концерта. Но мы были слишком заняты. Мы наслаждались голосом Диана. 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 Вот для вас, кстати, первая пасхалка. На видео справа сидела Александра Письменная. И это первый сюрприз этого концерта. Педагог Дианы в тот день пришла не только поддержать свою ученицу, но и, как она сама сказала, не для какого-то анализа, не для поиска рабочего материала, а просто отдохнуть. Получить истинное удовольствие. Я напоминаю, мы планируем сделать с Александрой интервью. Поэтому задавайте свои вопросы у нас в группе. Диана собралась накрывать нас волной классических хитов. И когда она произнесла название, ну вы сейчас услышите какое, Зал ахнул. Ну, как вы понимаете, да, песни, которые будут сегодня, так скажем, звучать старые и новые, они абсолютно не впечатли. Абсолютно. Вот, как есть. Все по правде. У нас все, так сказать, как говорит НТВ, у нас живой звук. Сейчас прозвучит композиция с проекта «Это супер», но, которую я не исполняла, ну, скажем так, года полтора. В проекте вообще есть две песни, которые я на концертах не исполняла. «Tomorrow is the light», например, я не исполняла вообще нигде, кроме самого проекта в финале второго сезона. Но есть еще одна песня. Может быть, кто-то помнит, что за песня? Конечно, конечно. «This is a man's world», я ее не исполняла после проекта. Мы-то, пришедшие на концерт публика, не знали, что нас ждет впереди. Мы-то думали, будут новые песни, старые песни, старые не в смысле исполнения Дианы, а давно написанные, которые присутствуют обычно в репертуаре Дианы. известные каверы и так далее. Короче, как всегда. А тут такой сюрприз. Глости всегда присутствуют на концертах абсолютно любых артистов. Это и техническая необходимость, и дань уважения артиста к своим коллегам. О чем иронично высказалась Диана. А то была одна ситуация весной, свидетелем которой я тоже был. Вы уже знаете, что в моем концерте принимают участие мои дорогие люди с проекта «Ты супер?», но также и люди не с моего проекта «Ты супер?». И хорошо вам известный Илья Викторов тоже сегодня будет, но я не могла оставить вас без сюрприза. И сейчас на эту сцену выйдет победитель проекта «Ты супер?» 60+. Я обожаю интерпретации Эдит Пиаф в исполнении Дианы, но услышать это от Нины Дилан было не менее приятным подарком. Нина спела песню победителя, а победителем на том проекте была именно она. И соответственно, эту победу частично в тот вечер она разделила и с нами. Всеми знакомая Света Сабирова тоже часто является гостем Дианыных концертов. И в тот день она вместе с коллегами дала публике классику российской эстрады. Она любит эти песни, и она в них настоящий специалист. Какой право делал вам до тех, над кем пришли полеселиться? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о В гости это хорошо, но самой Дианы никогда при этом не бывает мало, и на этом концерте мне показалось, она поставила рекорд пребывания на сцене, продолжив концерт, представив свою знаменитую хитяну. Звучит музыка Я недавно поражался взятыми высокими нотами в первом выпуске шоу Мазгуона, в песне Элвиса от Дианы. На самом деле это не то, чтобы было впервые, просто у меня тогда пропал Дарьевич и отключилось сознание. Я не мог сразу вспомнить еще примеры. Из ее творческой карьеры, а парочка действительно есть, о которых я обязательно упомяну в будущем. И вот одна из таких песен это Take On Me. Музыкальное настроение, вы могли заметить, было весьма приподнятым. Примерно таким оно осталось и до самого конца. Но мы любим Диану еще и за то, что она бывает абсолютно разной. Вы поняли, что вот именно этот блок, который сейчас я воспою, второй блок, он у нас какой-то такой скачущий очень. То я пела Take On Me, значит, такую светленькую. Сейчас я буду петь очень грустную песню. И вы, наверное, тоже знаете, Александр Пьевный, автор этой песни, исполнитель, погиб, трагически погиб. Песня называется «Лисица», «Солнце рыжая лисица». Очень хорошая песня, моему педагогу очень понравилась. И как и многим из вас, если не всем. Поэтому давайте сейчас такую душевную песню и споем вместе. Я считаю правильным, когда концертная программа состоит не только из похожих, но даже из диаметрально противоположных вещей порой. Разных жанров, статичные танцевальные номера. Так и посреди веселья всегда нужна щепотка драмы. Пара слов о проекте от Дианы. Да, такая очень душевная песня. Такие песни мне, как оказалось, очень идут. И вот, кстати, вы, когда посмотрите проект, вы очень многого обо мне поймете и узнаете. Потому что болтаем мы там больше, чем поем, мне кажется. Смеемся тоже много, естественно. И это очень плохо, потому что меня всегда ставят последний. А я вот сижу, мы смеемся, смеемся. Нам этот Став Костюшкин, вот как он шутит. Вот вы вот услышите потом, я думаю, если они все не вырежут. И мы, естественно, смеемся. А для артиста это не очень хорошо, потому что связь к садятся и все такое. Приводится потом опять заново распиваться перед выступлением. Боже мой, как сложно. И вот был дан старт бушующему урагану ностальгии. Пусть врут, что певчали, а ногу вынадить. Подытые смены не ждет доказательств. Пусть врут, что певчали, а ногу вынадить. Диана дарит чудо не только своим творчеством, но и в прямом смысле дарит настоящие подарки своим поклонникам. В этот день у одного из наших боевых товарищей был день рождения. Павел – это очень давний поклонник Дианы. А своих преданных поклонников Диана ценит. А можно мне положить вот это за меня? Я это уроню сейчас. Павел, с днем рождения! Да, во-первых, с днем рождения. Во-вторых, подождите. У меня тут... Мам, в какой коробочке? В золотой или красной? В золотой. У меня есть для вас такой маленький подарок, который я пробую сейчас, такие подарочки. Вот, это вам. Это Брио. Что вы понимаете, его сделал один из моих почитателей. Его зовут Петро, или Петр по-русски. Он живет в Германии, и он специально для меня, по моей очень сильной просьбе, вот это все наточил, вот это все вырезал. Мы с ним все это обговаривали. Там очень много этих штучек сделано. В общем, это брелок с моей росписью, скажем так, практически. Вот, это вам, черненькая дружка. Уважаемый публик, вот порой заходишь в какой-нибудь уголок интернета, А там умнейшие люди. И читаешь, и читаешь. Все они про Диану расписывают. Все они знают. Как, куда, зачем ей идти? Что делать? Прямо зависть берет от подобных знаний. Народ, а вот хорошо ли вы знаете Диану Анкудину? Вот смотрите, ну вы поняли, что я о вас очень многое знаю. Вы все у меня под присмотром. Я бы очень хотела узнать, а как хорошо знаете меня вы. Так как у меня есть вот эти вот подарочки. Их там немного, но я их собрала. Чуть-чуть попробую, так может быть вам займет. И у меня есть несколько вопросиков, на которые человек, который правильно ответит, Получит как раз таки этот презентик. Только без карабинчика, потому что много карабинчиков в магазине мы сегодня не нашли. Только давайте, я понимаю, что сейчас будет очень много крика, возможно, И возможно, это вообще была плохая идея, но я хочу это сделать. Пожалуйста, помогите мне. Я буду задавать вопрос, вы поднимаете руку, кто первый поднял, И если правильно ответил, вы получаете презентик. Хорошо? Вопросики все я беру из головы, прямо сейчас. Нормания не в счет. Никто мне так и не прописал эти вопросики, пока мы ехали в машине в пробке. Давайте первый вопросик, самый такой банальный, наверное. Какой мой любимый цвет руку? Я первый. Красный. Ну вот мужчина, конечно, да. Красный, правильно. Ну пойдемте, красный, это красный. Вот, смотрите, изучайте, а то в жизни пригодится. Но брать информацию только из проверенных, одобренных источников. В том числе и на этом канале, конечно. Не за что. Вообще у меня много монеток. Настя, я должна их все раздать? Ты как хочешь? А если у меня вопросов больше не хватит? Так, хорошо, давайте последние два вопроса. Сейчас я их придумаю. Что мне больше нравится? Безнадежно все это. После Диана позвала на сцену свою подругу. Еще одну участницу проекта «Ты супер». Уже четвертого сезона. Юлию Ушаку. Очень талантливая девочка. Те, кто смотрели и смотрит НТВ, наверняка ее знают. Спела несколько песен. Справилась на ура. Просто молодец. И очень хорошо, что Диана к себе приглашает молодых дарований. Сейчас на эту сцену я хотела бы пригласить мою с недавнего времени очень хорошую подругу. Это Юлия Ушакова, финалистка четвертого сезона проекта «Ты супер». Гениальная девочка. Я ее заметила сразу же, когда приехала только на финал. Пожалуйста, Юльчик, благородный кончик, похожи на что ты спасла в этом мире. Хотелось бы, чтобы их показывали другие люди, но раз уж вот так получается, то пусть лучше это будут блогеры. Недоделанно. Субтитры создавал DimaTorzok А уже в свою очередь Юлия пригласила на сцену Марию Тарасенко. В данном же случае она написала песню и для Юлии, которую они вместе там же и исполнили. На крыле пустоты нас удержат мечты, никогда руки не отпускай. Я останусь с тобой где-то там за чертой, где наш новый рассвет встречай. Даже если дожди все размоют пути, сердцем я отыщу тебя. Пути водной свистой буду рядом с тобой, по-другому любить нельзя. Не была забыта и композиция, которая впервые прогремела летом на концертах Дианы. А люди признались, что в исполнении Дианы она звучит еще лучше. Кто бы сомневался. Песня, которая под тембр и вокальные особенности Дианы действительно подошла просто прекрасно. Песня мирового уровня. По признанию мировой общественности. А если быть точнее, европейская общественность. Так как песня с Евровидением. Песня мировой общественности. Пока что этот песенный конкурс вот таким вот образом коснулся Дианы. Но я уверен, и я этого хочу на самом деле, чтобы в скором будущем касание было это уже не косвенным, а самым что ни на есть прямым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И следом еще немножечко интерактива со зрителями. Да какого вы себе даже не представляете. Субтитры создавал DimaTorzok Вам не кажется, что это уже не похоже на концерт? Я говорил, что глухарь обладает доброй, семейной, дружеской атмосферой. Но то, что там порой творится, это такая тусовка, где все свои, где все просто оттягиваются вместе с Дианой, ни о чем не заботясь. Народ, ходите на концерты Дианы, особенно в Москве, особенно в глухаре. Не пожалеете. Пой, золотая рожь, так кудрявый лед, Пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, так кудрявый лед, Пой о том, как я в Россию влюблен. На концертах Дианы случаются прекрасные мгновения весны. Осень, лето, зимы, неважно. Главное, что творится Диана-магия. Как можно от такого отказаться? Я не понимаю. Как можно предпочесть какие-то серые будничные дела, вместо того, чтобы увидеть вживую Дианочку и услышать ее голос? Вот и я думаю. Ничего и никак. Закрываем глаза и вспоминаем. Вспоминаем Арабский мират. Вспоминаем. Египет. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Давно хочу сделать реакцию на Хэль Уайя Баляди. Ее чарующие восточные нотки, душа с ними просто не справляется. Песня хоть и на иностранном языке, но она в патриотизме, о любви, а значит истинно Дианин. Как там Дианин и бархатные низы сладко обволакивают слух? Ты как будто под гипнозом. Под гипнозом звуков волшебной дудочки. Следующая песня опять из прошлого. Прекрасного далекой. Я бы так это назвал. А почему? А сейчас прозвучит композиция, которую я исполняла на набережной в Самаре. Я не помню, какой это был год. Мама точно все знает. Сколько мне было лет. И эту песню я исполнила единственный раз. Вот именно в той набережной, на той набережной. И тогда, знаете, она для меня была такая, как любят говорить вокалисты, и низкая, и высокая. То есть, ну, я думаю, вы поняли, особенно если вы слышали в моем томошнем уровне, если так можно сказать, исполнение эту песню. Ну, вот что вы можете подумать после этих слов? Ну, вот что вы можете подумать после этих слов? Что мы могли подумать после них? Песня, которую они исполняли кучу времени. Набережная Самары. Глубоко у себя в душе, я тихо, дрожащим внутренним голосом прошептал. Там нет меня? Неужели? Чуть-чуть мимо. Чуть-чуть мимо. Я слегка взгрустнул, но это моя личная проблема и моя личная мечта. А вообще, сейчас, когда я ее перепела, отбирая из старых песен, какие можно взять в концерт, я поняла, что именно эта песня очень удобная мне. И в данный момент она, ну, очень хорошо звучит моим голосом. Я не знаю, известна эта песня или нет, но для меня она шикарна. Песня на русском языке, исполнял ее Стас Намин, группа Цветы. Песня, тем не менее, просто прекрасная. Одна из сильнейших в репертуаре Дианы. И это было просто настоящим даром. Услышать ее спустя столько времени, да еще и вживую. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Илья Викторов заехал на этот раз со своим репертуаром У него на Медни вышел альбом Диана в поддержку приезжала уже к Илье На презентацию его альбома Примерно в тот же период тоже пела Ну если интересуется, можете найти в интернете Там кадры оттуда В этом нет, я думаю, никаких проблем Ждут от небес ответа Ранее любовью судьбы Счастью где ты, счастью где ты Где ты? Если вы подписаны не только на Диану, но и на Дианоманию То вы в курсе того, что делаю я И вы наверняка в курсе и моих любимых песен, когда-либо спетых Дианой Душевная песня И то, как я ее исполняла в 13-12 лет на своем первом концерте Это, конечно, да За душу берет даже меня Песня называется «Мой вой» Ну что-то день И когда мы сидели с мамой и обсуждали, какие из старых песен вставить в концерт Когда я сказала Я так кратко сказала «Мой вой» Мама такая Прямо как вы Да, это было классно Ну давайте попробуем Восторг от следующей композиции Он объясним и он мог сравниться, только там нет меня. Субтитры сделал DimaTorzok После такого на последний отрезок нужны были только позитив, задор, истинный напор и много огня. И Диана все это публике дала. Диана все это публика. 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 Если Диана что-то наподобие «Мамы, я танцую», если у нее что-то веселое, такое, энергичное, конечно. Вот же они. А еще человеку нужно то, что его бы воодушевляло, вдохновляло. Без этого никак. Для кого-то это страна, для кого-то это близкие люди, для кого-то сама Диана. Песня «Россия» как раз обо всем вот об этом. Она не просто о патриотизме к определенной стране. Можете посмотреть мою реакцию на эту песню. Она одна из первых была на канале, где-то там внизу списка находится. Она, эта песня, она об общем понятии преданности и признании в любви. И за эту передачу чувств огромное спасибо Диане. Мы все собрались здесь, на этом канале, в том числе и благодаря ней. И мы признаемся ей в любви. Да что там мы? Я признаюсь. «Россия была, Россия есть, Россия будет...» Браво! Браво! И никогда Диана не уйдет со сцены без Йодли. Все вокруг говорят про Дианин путь. На проекте «Шоу Мозгу» он тоже об этом постоянно упоминает. Иронично, что именно благодаря этой песне однажды этот путь повернулся в совершенно непрогнозируемую сторону. Приведя к тому, что есть сейчас. В ином случае вы бы это видео сейчас не смотрели. Но я не могу сказать, что есть сейчас не смотрели. Вон, ты сагу, я чу! Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Видимо, что-то такое в пространстве нашего мира все-таки существует. Что-то, чего мы понять не можем. Но зачем говорить о том, что могло бы быть? Давайте радоваться тому, что есть на самом деле. И это есть мне очень даже нравится. Народ, надеюсь, вам понравилось. Ждите уже через считанные сутки реакцию на шестую песню Дианы на проекте Шум Мозговым. Она вот-вот уже выйдет. А пока зайдите на канал Дианы, наберите ей просмотров, оставьте комментарии. Все-таки подпишитесь на сообщество Дианомании ВКонтакте, чтобы быть в курсе всего. Оставляйте свои вопросы для Александры Письменной. Мы их ей озвучим. Короче, делайте все, что нужно. Не мне же, как говорится, вас учить. Все, скоро увидимся. Пока, народ.